здравствуйте друзья человек который смотрит наш канал наслушался моих анекдотов и они главное не мои это я просто ну как бы чего знал молодые годы так вот на вас выбрасываю потому что знаете как вот то что тогда люди знали и чем шутили сейчас то куда где найдешь вот поэтому я как бы так передаю эстафету из рук в руки и вот человек слушал анекдоты а анекдоты конечно если это анекдоты советской поры то они отражают как бы жизнь советской страны ну и соответственно определенные слои как бы социальные там да у них тоже разный юмор и я бы сказал что даже уровень образования на самом деле сказывается на то какие шутки вам там больше нравится или меньше нравится вы не представляете какой был фонтан очень бурлеск какой был вот квн 60-х годов вот самый первый тот еще который потом прикрыли то есть сначала его пытались как-то в заводской такой юмор собой фабрично заводской но что-то у них не пошло они его грохнули и бедные масляков значит делал передачи а ну-ка девушки там а ну-ка парни у него были ночью что-то страшное он же был там в редакции молодежных программ центрального телевидения ужас что творилось а там был такой юмор знаете даже вот я пацаном был но тогда нельзя было политически шутить естественно но шутили не политически например вот я помню спрашивают как быть если любишь себя но не знаешь пользуешься ли взаимностью а вот говорят надо проверить свои чувства разлукой знаете но это такой юмор как бы да никакой смысле не не политически а просто юморка в чистом виде но я вспоминаю юмор вот скажем жванецкий вот тех лет жванецкий это была политическая сатира убийственная совершенно давайте вся страна с замиранием сердца слушала и спрашивала себя неужели еще не посадили в этим так вот вопрос зрителя нашего он такой что вот какую роль юмор играет в жизни там людей эпох там и так далее вот как я вот вижу эволюцию там юмора и тогда я я же не доктор филологических наук в эти я не академик и да и даже не кандидат написавший там диссертацию по роли юмора в жизни там общество и так далее хотя наверняка такие работы есть я не сомневаюсь как-то я слушал шандеровича и у него есть тема такая где он вот рассказывает как юмор отражает настроение в обществе и вот я боюсь там что-то не точно сказать но вот он про ельцина он рассказал что был момент когда ельцин был популярный когда вот надежды с ним были какие-то связанные вот там влетает группа автоматчиков значит там зал заседаний верховного совета и спрашивают ельцин в зале есть терять есть есть показываю пальцем он говорит там борис николаевич пригнитесь вот и потом как время идет и образ его меняется и становится каким то там не знаю уже таким забавным анекдотическим таким над ним посмеиваются и появляя и уже другой анекдот идет что вот выходит ельцин из храма христа спасителей сидит женщина просит подаяние она видит президента и поэтому борис николаевич подайте и он играет ну ну как же эти бабка подам у меня же не меча не ракетки давайте вот он но он как-то пытался вот эту линию развивать вот как юмор значит отражает жизни общества и но это он говорил уже про общество относительно свободное ну достаточно свободно мы-то жили вот мои анекдоты если мы об этом говорим который я помню они же советского периода понимаете и такого специфически советского когда уже за это не сажали да но вслух тоже сказать так громко нельзя было так по чуть-чуть и вот там было очень много политического юмора который просто прорывался через как вам сказать через пропаганду через официоз то есть официоз всегда перебарщивал я помню время я вам расскажу это было даже рассказывал в 60-е годы в начале первая половина шестидесятых было очень мало фильмов страна производила очень мало фильмов советская страна фильмы которые были раньше сделаны там очень много было такого сталинистского осужденного и в общем кое-что они там могли подрезать подкрасить и как-то еще использовать кое-что совсем не могли и в общем гоняли политкорректные фильмы гоняли с какой-то чистотой невероятной в частности фильм чапаев откуда так много анекдотов про василия и петьку но когда ты каждый раз в неделю раз в неделю ты видишь этот фильм по телевидению а телевидение тогда не было как сейчас был один канал и на этом одном канале вещание было но с утра там несколько часов и с шести вечера там допустим там не знаю до десяти вот вот собственно и все но утром кто будет смотреть наш утром на пенсионеры может быть я не знаю люди на работе вот вечером с работы пришел там новости посмотрел может быть какой-то один фильм значит вот они может быть за неделю показали там пять фильмов или шесть а утром они еще и повторили этот фильм тоже для тех кто вечером не посмотрел этим вот показывали за неделю 5 фильмов и раз в неделю показывают Чапаева. Так уж люди наизусть все это знали. И как бы ты хорошо не относился к Петьке и Василию Ивановичу, значит, уже из тебя начинает переть просто со всех сторон, но все же знают наизусть, ты вот говоришь что-то, а оно уже наизусть. Вот. И... Да. Пропаганда как-то перебарщила. Она была очень рассчитана на совсем тупого, но предельно тупого. А все-таки тот, который не предельно тупой, он уже, а это все-таки большое количество людей, они уже начинали подсмеиваться. Вот. И было очень много таких политических, ну, с политическим оттенком анекдотов. Вот. Я говорю, мне, например, очень нравится такой как... Как в качестве примера просто такой он веселый, но встречаются на международной конференции, ну там президенты разных государств, и вышли перекурить, значит, там Брежнев, Помпиду, вот тогда был во Франции, значит, и, я не знаю, допустим, Рейган. Вот, значит, кто там был-то? Никсон. Я честно уже не скажу. Значит, вот они вышли перекурить, и Помпиду достает такой тонкой работы серебряный портсигар, там написано на нем так президенту Франции от членов ордена почетного, кавалеров ордена почетного легиона. Значит, Никсон там, Рейган достает золотой такой, тоже хороший, хорошей работы портсигар, написано президенту Соединенных Штатов от американских астронавтов. Брежнев достает громадный, золотой, старинные работы портсигар. В сапфирах, в изумрудах, в рубинах, просто что-то невероятно открывает, там написано Пушкин от Вяземского. Знаете, вот, конечно, вот такое время. Было чудовищное количество анекдотов, чудовищное количество анекдотов об эмиграции. Ну, вообще, когда эмиграция началась, то стало много анекдотов. Я не уверен, насколько было распространено, насколько хождение этих анекдотов было принятым за пределами людей, так интересовавшихся тогдашней эмиграцией, которая существовала в очень узком таком поле. Вот. Но, ну, в самом случае, среди евреев было очень-очень много анекдотов на эту тему. Несколько было таких вот, которые начинаются там, что вот границу СССР, значит, там, ночью пытаются, там, евреи пытаются незаконно пересечь. И вдруг, значит, там пограничники, пограничники, собаки лают, там, побежали, стой, кто идет. И вот он там, и дальше есть разные продолжения, ну, вот, например, такое, что он думает, что делать, раз что он испустил, сел, сидит. Значит, подбегают пограничники и говорят, ты что тут сидишь? Он говорит, так вот же сел по нужде. Дима говорит, ну-ка, подвинься. Значит, он сдвигается, он светит туда пограничник, и говорит, а дерьмо, это собачий. Кто-то ему говорит, а жизнь какая? Вот. И вот этих анекдотов было очень-очень много, там, на эту тему. Иммиграция. Или, ну, я, 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 не готовился, из списков там не составлял, но вот, это, это было очень много, этого было очень много. Были такие, знаете, я бы сказал, даже патриотические. Например, вот в середине 60-х были плохие отношения с Китаем, и как-то вот, ну, мы как советские люди, мы-то, мы-то понимали, что это извращенцы, и они отклонились от правильного курса ленинского. Ну, мы-то знаем. И вот, значит, вот такой анекдот, что идет, летит самолет, международный рейс, и что-то у него, технические проблемы, и вот выходит стюардесса, и говорит, господа, у нас, значит, проблемы, парашютов нет, значит, на самолете перевес, в общем, три человека, значит, надо, чтобы кто-то там добровольцев там выпрыгивал, потому что, иначе остальные тоже погибнут. Ну, встает, значит, американец, говорит, за свободу и демократию, прыг туда. Англичанин встает и говорит, за королеву, прыг, встает советский человек, и говорит, за чистоту идей, марксизма, ленинизма, берет китайца и выбрасывает. Вот, например, вот образчик юмора такого партийного, можно сказать. Да. вообще было много таких, знаете, приходит чувак там в отдел кадров, говорит, здравствуйте, я дизайнер. Тот на него смотрит и говорит, да уж вижу, что не Иванов. Да, так вот, на эту тему было много, как бы, так сказать, принимают, не принимают, там, тоже, еврей заглядывает в отдел кадров и говорит, скажите, вы с фамилиями Номан берете? Ему говорит, нет. Тут говорит, а на Ко? Он говорит, на Ко берем. Он поворачивается туда, в коридор, говорит, слышь, Коган, тебя берут. Такой, или, ну, паспортный стол в ЖЭКе. Стоит очередь на перемену фамилий. И мужик любопытный там ходит и спрашивает, слышь, ты чего стоишь-то? Он говорит, хочу в фамилии сзади убрать Ман. Он говорит, ну, это понятно, говорит, да. Говорит, а ты чего стоишь? Он говорит, хочу сзади добавить Ов. Ну, тоже понятно, говорит, а ты чего стоишь? Он говорит, хочу добавить сзади, на конце, добавить Афт. Он говорит, боже, говорит, а что у тебя за фамилия? Он говорит, Кацман. Вот, так что, значит, юмор есть, просто юмор, да, посмеялись там, ну, о женщинах я не говорю, но такая тоже отдельная история но или там и мужиках или там приходит муж домой а там любовник шкафу или там допустим прячется в шкаф это отдельная тема она не политическая она всегда присутствовала это как бы отдельное направление даже не трогаю отдельная тема там скажем теща вот там да знаете как типа звонит в дверь там там теща играет вы к нам надолго так вот пока как не надоем что даже чаю не попьете такого плана как бы маленький вот так что юмор конечно юмор отражает эпоху конкретику время особенно там где нет свободы самовыражение где нет свободной прессы когда перестройка началась и вот возникло такое ощущение буквально все что хочешь можно написать вот реально вот хочешь там поругать там кого вот пожалуйста бери ругай там всех можно ругать можно про всех какую-то там правду рассказывать или неправду там можно про то что не урожай можно про то что план не выполнили можно про то что там в магазинах там товара нет или там взятки берут или пожалуйста пиши и вот возникло такое ощущение значит и мгновенно юмор который был до этого остался на бабах и встала не о чем разговаривать вот это вот скрытость вот эта половинчатость из опов язык и так далее это все абсолютно куда-то еще нет не надо из опов язык тоже так говорят а что ты скажешь и я помню например жванецкий который просто блистал это было нечто это даже себе представить него вот человека более популярного чем жванецкий в то время на стоит все хватались за животы вообще это было потрясающе но это все замечательно тогда когда правду никто не говорит а когда это правда из каждого угла торчит такой же а где смешно то что тут смешно вот и так все газеты об этом и я помню что вот у него был очень продолжительный кризис творческий а я это так воспринимаю может быть там со мной не согласится он сам или там другие люди но как-то очень-очень долго не было ничего и я бы сказал что я сейчас не вижу но может быть сейчас уже там какие-то другие причины не было ничего которое по яркости по убийственности вообще приближалась бы к тому что было вот в те годы когда нельзя было говорить открыто этим поэтому сейчас какой-то другой юмор я не знаю я смотрю когда она на тот юмор который вот по телевизору показывать бывает смешные я ничего не хочу сказать там тот же слепаков в общем смешно смешной мне нравится но но в целом бывает просто до тошноты вот какие-то новые русские бабки там вот эти страшно смотреть я не знаю плакать хочется когда ты это слушаешь вот мне например или там я не знаю ну вот задорнов он вот как рассказывал там есть если вы слышали давно было там про про девятые вагоны до что там понятно что девятые вагоны это тот который после восьмого они тот который перед десятым вот вот он дальше этого в смысле юмора не ушел никогда но тогда вот это было как бы типа смешно сейчас я не знаю вот вот юмористы тех лет не знаю либо они были совсем не политические либо они такие были не очень смешные те кто по телевизору показывали хотя те кто уже так реально отжигал а их по телеку не было так что сегодня я не зовут я когда смотрю там допустим comedy club то есть мне хочется посмеяться я вот пытаюсь но что-то так натужно не знаю не воспринимаю наверное наверное если бы я например жил бы там никуда не уезжал и был в каком-то другом энергетическом что ли поле информационном я не знаю вот где-то в других каких-то флуидах находился может быть мне было бы тоже это смешно не не могу сказать но вот там как то я смотрел это популярный сюжет его на ютюбе на многих каналах там этот все это показывают о том как два эмигранта вот там встречаются и беседует там один харламов а другой я не знаю фамилии такой худенький паренек но неважно и вот они зачитал два эмигранта и один вид ну как дела то они так коверкают значит как коверкают русские слова спонтом на английский манер но эмигранты так не разговаривают абсолютно это это у них как бы так и он как жизнь агет пенисова все пенисова давайте и это по телевизору я не знаю на каком канале там у них этот comedy club там они да хоть на каком но но то есть уже такой уровень пошлятины что даже я не знаю но вот если бы был там если бы были лицензии какие-нибудь вот на там выступление перед публикой вот надо было бы за такие вещи просто лицензии лишать с моей точки зрения не знаю но но уж совсем совсем плохо совсем плохо вот такой юмор ну наверно время такое я думаю даже не просто так вот юмор это же время такое это же на кого-то рассчитано или там тот же слепаков который выходит на том же копе comedy club club и она там допустим на всю страну идет ли он там может и матерком пройтись там в песенках каких-то там не сильно мы мы понимаем мы можем сделать скидку и на то и на это и на третье на десятое но когда человек выходит и на всю страну и потом там миллионными тиражами это все гонится на ютюбе и так далее с матерком и нормально нормально стандарт невысокий что это такое что это общество невысокого стандарта или наоборот это общество свободное где нет каких-то органов которые следят и регулируют но честное слово есть есть органы но не те они не те что были вот там прибрежными допустим но они же есть значит команды не было по шлятину и матершину значит на экран не пускать вот нет такой команды а есть команда что наверно можно там если так уж прям не не чересчур вот такое новое слово так в массовом искусстве поэтому органы есть но они как-то вот решают кроме того даже если бы не было вообще никаких органов есть какие-то тормоза у самих людей внутренняя цензура есть политика редакции есть политика канала поэтому что тут сказать значит непривычно честно они не привезли я я не то что там ханжа какой ли там я этих слов не знаю или допустим сам никогда не употребляю но я даже на нашу маленькую аудиторию там не миллионную вот там может нас посмотрит там 3500 от силы значит ну что ж тут не знаю как меня лично коробит то есть я знаю людей которые очень смешно шутят вот вот без этого так что тоже наверно отражает свое время я не знаю юмора там тридцатых или двадцатых откуда мне знать вот тех анекдотов я думаю что очень многие современные анекдоты каким-то образом это адаптация старых анекдотов есть старого юмора есть такое мнение я часто с этим сталкивался что практически нет новых анекдотов а есть просто как бы адаптированные старые то есть все это ходит по кругу но наверно так и есть то есть если только это это не сиюминутно политическое вот прям вот про этого конкретного дяденьку то наверно наверно так и есть то есть одна и та же вещь там может быть смешной там и десять лет спустя и двадцать и тридцать но наверно не все наверно не все если мы говорим про конкретно мои анекдоты я я просто их очень много знал потому что работал в таком месте как где вот три года четыре четыре года после института связи я там работал там было 500 человек сотрудников и каждый день какие-то новые анекдоты они такой волной проходили по этому конструкторского бюро и вот она каждый день жила каким-то там анекдотом другим анекдотом третьим анекдотом я не знаю но были такие страны а да потом еще были такие анекдоты которые у меня жена говорит это же антисемитский анекдот я говорю что кто рассказывает если антисемит так он антисемитский если сами евреи рассказывать так можно там абрам вот то что мы делаем в туалете ты думаешь это умственный труд или физически я думаю умственный потому что был быть физически мы бы кого-то наняли этим и там давно таких было очень-очень-очень много я помню у нас был один антисемит такой работал а под как у меня фамилия русская и так имя отчество там михаил петрович а так по лицу он не понимал так он мне что-то время рассказывал какие-то антисемитские анекдоты некоторые были такие интересные что у нас потом все кб значит я уж там потом пускал по линии у нас тоже все кб радостно значит там ну например идет экскурсовод с группой подходит и ведь вот друзья эта могила там неизвестного солдата хайма рабиновича который и там ему из группы г-папа послушайте год но это как-то не не сходятся концы то могут а что такое нет но вы сказали что неизвестного солдата а тут выгодишь и хайма рабиновича когда-то еще я не предупредил неизвестно был ли он солдатом вот такие значит вот но как бы при всей так сказать гнусной сущности как бы интересное развитие этого события ночью я извиняюсь заранее если кому-то не понравится но просто рассказывал про то как мы жили в этом кб и там каждый день вот что-то такое происходило 12 там сколько я я даже представить все не могу сколько у меня в голове всего этого мусора и поэтому когда что-то такое звучит фраза какая-то или какая-то идея какая-то интонация вдруг бах выстреливает что-то такое по ассоциации и вот какой-то такой оттуда анекдот они просто жили в той эпохе и и они выскакивают из меня поэтому вы может быть видите так в отраженном в отраженном свете вот то время этот юмор и опять это не было юмором всей страны это было юмором там может быть какой-то группы там я не знаю вот мы жили в москве мы работали там в какой какой-то индустрии в каком-то спектре там интеллектуального развития и так далее вот там это вот вот было популярно так что я на самом деле не то что вам завидую но я за за вас рад что вы не видели этого времени не застали его и не испачкались в нем у вас может быть свое есть которую вы тоже может быть не 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 как сказать не обязательно счастливы многими обстоятельствами но просто вот время когда полки пустые в магазинах когда ты не можешь поехать там даже в несчастную там соц страну какую-то типа болгарии или польши без того чтобы тебе там рекомендацию давали партийные комсомольские там пропускали тебя через какие-то собеседуешь сейчас родину придашь я не знаю вот это вот унижение чудовищное которое было нормой понимаете и слава богу что вы этого не пережили многие шутки я вам скажу серьезно сейчас очень многие анекдоты рассказать невозможно вот допустим ты видишь там мичуринец вот там мичуринец а кто знает никто не знает только мичуринец это люди там от 40 и старше может кто-то еще помнит там мичуринец какой-то мичуринец сейчас вот лишь ленин битл сыграл но но это дети это люди постарше там знают 20 лет не знают а 10 лет не уже и ленина не знают что тут расскажет это очень здорово честно так здорово что дети не знают кто такой ленин я я честно говоря в восторге в полном хорошо что не знают так что еще когда время пройдет там и кого-то из нынешних не будут знать будет еще лучше ребята давайте шутить и радоваться жизни и чтобы всегда было над чем посмеяться я надеюсь что в этом плане у нас дефицита с вами никогда не будет счастливо